Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, с интересными художниками Эжен-Самуэль Аграссе. Французский швейцарский художник, скульптор, график, иллюстратор, один из зачинателей модерна, как написано в Википедии, я цитирую Википедию. Родился в Лазанне в семье Столяра, изучал рисунок у Франсуа Бассиона, затем изучал архитектуру в высшей технической школе Цюриха, работал в архитектурном бюро в Лазанне, совершил учебную поездку в Египет, и этот опыт в дальнейшем отразился на его работе. Стал поклонником японского искусства, что также повлияло на некоторые его проекты. С 1869 по 1870 годы работал художником и скульптором в Лазанне. В 1871 уехал в Париж, где продолжило образование у Эжена и Эммануэля Виоле Дюка. В общем, начиная с этого времени, работал практически во всех областях прикладного искусства, как художник-иллюстратор, создал эскизы образцов для производителей мебели гобеленов, использовал мозаику, украшал скульптуры рельефами фасады здания, разрабатывал новые типы ювелирных украшений, плакатов, афиш, почтовых марок и т.д. Его изящные декоративные предметы были изготовлены из слоновой кости, золота, других драгоценных материалов в уникальных комбинациях. В графических произведениях Гроссе чувствуется влияние творчества Гюстава Дорея. Но наиболее известен Гроссе как художник-полкатист. Особенностью печатной графики его была смешанная техника с элементами литографии и ксилографии. Этот комбинированный стиль, соответствующий культам материала модерна, прослеживается во всех сферах его творчества, включавшего помимо плакатов и книжных иллюстраций, эскизы ковров, как я уже говорил, почтовых марок, ткани, мебели и т.д. С 1890 по 1903 год профессор в художественной школе Герет, а в 1905-17 годах профессор в школе Эстиен. Среди учеников Гроссе следует отметить Аугусто Джакометти и Отто Эрнеста. В 1891 году получил французское гражданство. В 1895 году стал кавалером орденом почетного легиона. Умер 23 октября 1917 года в возрасте 72 года. Ну вот немножко о Эжен Самуэле Гроссе, французском и швейцарском художнике, скульпторе, графике, иллюстраторе и одним из зачинателей модерна, как написано в Википедии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok